Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор на автомобиль Austin Helly 3000 MK2 из игры Torx. Собственно, как я и сказал, этот автомобиль и есть Austin Helly MK2 3000, соответственно. В игре у нас никаких технических характеристик не дано, но мы же можем посмотреть их в интернете. Итак, что там известно? Это британский спортивный автомобиль, построенный с 1959 по 1967 год. Самый известный из моделей Большого Хилли. Кузов автомобиля был изготовлен компанией Jensen Motors. Автомобили были собраны на заводе MG от WMS в Аббингтоне вместе с моделями MG корпорации. Так, у нас получается движок 2,9 литра. И в принципе-то у нас больше никаких данных нету. Там около 100 лошадиных сил в нем. Так, что касается внешнего вида автомобиля, то если посмотреть спереди, то у многих Austin Helly есть еще противотуманки, но не у всех на самом деле. Вот у нашего, например, нет. Плюс-минус решетка радиатора похоже, но ее немного бы еще более овальной сделать, то есть продолговатую более-менее сделать. Так, с боков у нас плюс-минус то же самое, ну, насколько это можно, конечно, сказать. Жопа, вот. В жопе тоже, кстати, все то же самое примерно. Отсутствует у нас место под номерной знак, но плюс-минус, конечно, все то же самое. То есть, если бы... Я просто не знаю эту машину, как она называется. Я бы так, конечно же, узнал. Что касается салона, салон у нас выглядит в автомобиле вот так. И это примерное расположение, опять же, приборов на этом автомобиле в реальности. Итак, давайте перейдем уже к замерам этого автомобиля на трассе Монза. Итак, погнали. Старт. Отсечка, переключение на 6000 примерно. Так, вид, нормальный сделаю. Но не сильно он быстрый. И подвеска очень мягкая. Мне кажется, в поворотах будут проблемы. Четырехступенчатая, скорее всего, коробка у нас. То, что это механика, точно. Ну вот, хотя скорость я не сбавляю. Она и так маленькая. То есть, скорость еще меньше, чем у Alpine 110. А, нет, пять передач, ничего себе. Ну, тормоза средние. Сказал бы, что уж прям круто. Тормозят. Ну, нормально. Пойдет. Ну, блин. Ну, короче, все машины, я так понял, страдают этой фигней. Потому что если их начинает заносить, блин, в другую сторону, хоть не поворачивай руль. А с мягкими подвесками так вообще. Ну, успокойся. Брыкается она. Пока что самый медленный круг. Среди всех, это точно. Две с половиной минуты. Здесь, как обычно, не сбрасываем. Машина здесь проходит. Здесь также без сбросов. Здесь неплохо бы притормозить. Смотри-ка, 193, кстати, мы развили максималку. А у Alpine 195. Хотя Alpine, я думаю, что побыстрее точно будет, чем эта машина. У Alpine на разгон лучше. Так, аккуратно. 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 Чуть съехали с траектории, маленько. Ну, давай, разгоняйся. Может быть, даже не самая будешь медленная. Мы еще проверим. Аккуратно. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Точка торможения маленько уехала Да ё-моё, ну вот что ты будешь делать? Ну походу 2.13 это вот как раз время машины Субтитры сделал DimaTorzok Всё, финишная припай Не, ну здесь 2.13 мы не побьём Ну вот 2.13 Итак, проехали мы на этой машине Лучший круг на Монце Это 2 минуты 13 секунд 16 получается миллисекунд Сколько там, я не знаю, как это считается Максимальная скорость у нас составила 193 километра в час Я думаю, что это плюс-минус уже предел Для этой машины Что можно под неё сказать Она медленная Пятая передача, я не знаю зачем она нужна Переходит она на неё крайне редко Но В поворотах Она в принципе более-менее Ещё нормально себя Показывает, несмотря на то, что Подвеска у неё довольно мягкая То есть сильно, главное резко Рулём не крутить Её тогда не переметнём Ну, в маятник, короче, не зашлёт А так машинка прикольная Маленькая Интересная На этом у меня всё Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забывайте оставлять комментарий И увидимся в новых видосах и стримах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok